Издательство «Эксмо». Екатерина Островская. Дама с чужими собачками. Кудеяров вошёл в фойе Дома культуры, миновал будку охраны и постучал по стеклу. Листающий глянцевый журнал «Немолодой охранник» поднял на него глаза и не очень вежливо поинтересовался. «Чего надо?» Павел предъявил служебное удостоверение и спросил. «Пост круглосуточный?» «Так точно», — ответил охранник. «Где спите по ночам?» «Никто и не спит», — удивлённо вскинул брови, — ответил мужчина. «По инструкции не положено». Но Кудеяров уже увидел в фойе продавленный дерматиновый диван и телевизор на стене. «Сигнализация по всему периметру?» «Нет. Под сигнализацией только окна и двери бухгалтерии на втором этаже, а на первом — помещение с реквизитом Народного театра». «Давно у вас театр?» — удивился Павел. «Третий год уж. Но вы могли бы не показывать удостоверение. Я и так знаю, кто вы. Сначала только не признал. У меня зрение сдавать стало. А что касаемо охраны, то мы все входные двери на засов закрываем, проверяем все окна и двери кабинетов запираем». Кудеяров спросил, где находится кабинет директора, и помчался на второй этаж, перешагивая через ступеньку. Подбежал к дверям, толкнул и распахнул. За ними находилась классическая советская приемная со столом для секретаря, на котором стоял компьютер, а не пишущая машинка. А рядом древняя настольная лампа с плоским стеклянным плафоном. И такие же древние стеллажи с папками для документов, и неизвестная картина «Ленин катается в горках с детьми на коньках» на стене. Рядом с картиной располагалась дверь с табличкой «Директор Дома культуры». Кудеяров постучал осторожно и сразу услышал ответный и очень близкий шепот, как будто говорили в плотно прикрытую дверную щель. «Кто здесь?» «Подполковник юстиции Кудеяров прибыл по вашему вызову». Щелкнул замок. Павел вошел и увидел девушку. Поздоровался и обернулся, чтобы посмотреть на замок. Тот был французский, который легко закрывал дверь при любом захлопывании и также запросто мог быть выбит ногой даже без разбега. «Если вы всерьез думаете о своей безопасности, то замок надо менять и здесь, и в приемной». «Да», — согласилась девушка. «Я это знаю». «Она выглядела очень молода, и непонятно, почему у Францевы утверждали, что она рыжая. Волосы у нее были золотистого цвета». «Меня зовут Павел», — представился Кудеяров. «Можно на «ты» без всякого смущения? Рассказывайте, что с вами произошло». «Со мной ничего. А вот учительницу убили, и как раз под моим окном. Это произошло в четверть второго прошлой ночью. Я живу на втором этаже. Вчера ночью сидела, работала, потом подошла к окну и увидела, как из-за мусорной площадки выходит женщина в пуховике. Она перешла дорогу как раз под моим окном, подняла глаза и увидела меня. У вас в комнате был включен свет? Нет, только настольная лампа. Но как раз уличный фонарь стоит возле моего окна, и ночью от него в комнате светло, как днем. Давно хочу купить шторы, но как-то не получилось. Так вот, женщина подняла голову, увидела меня и, не сбавляя хода, показала на меня указательным пальцем, а потом провела этим пальцем возле своего горла. Это точно была женщина? Абсолютно точно. Рост не назову, но выше меня, а я метр шестьдесят четыре. Она может быть под метр семьдесят. В черном, скорее всего, недешевом плотном пуховике с поднятым на голову капюшоном, который прикрывал ее лоб. Я видела только нижнюю часть лица и глаза. У нее был совершенно страшный взгляд. Очень острый, пронизывающий, леденящий, скажем так, и даже как будто насмешливый. Я еще не знала, что она совершила, но испугалась так, что отскочила от окна. Сердце забилось, и я сразу решила, что этот ее жест — не пустая угроза. Потом где-то завелся мотор автомобиля, машина уехала, и все стихло. По работе двигателя можете угадать, дизельный или бензиновый? Наверняка нет, но мне кажется, что это был бензиновый, неотечественный и достаточно большого объема. По тому, как машина заработала, был небольшой рык. Вы понимаете меня? Конечно, водитель коснулся педали акселератора и тут же снял ногу. И еще. Эта женщина была в черных валенках, невысоких таких, до середины голени, может, чуть ниже, и спортивные брюки на ней были неплотно облегающие. Но важно, что ноги у этой дамочки стройные, может, даже спортивные. Я продолжала стоять у окна и скоро увидела соседа по дому из соседнего подъезда. Он обнаружил что-то, позвонил. Потом пришел наш участковый, приехала полиция. Я все поняла, и меня затрясло. Хотела выйти сразу и все рассказать, но ноги просто не держали меня. Я такая трусиха. А вдруг убийца где-то рядом и наблюдает, выйду я или нет. И вчера я целый день думала, как поступить. А вдруг мне не поверят, что убийца женщина, ведь, как все говорят, она сделала это ножом. Правильно сделали, что рассказали. А женщина была рыжая? Рыжая — это я, вздохнула девушка. А волос той женщины я не видела, они были под капюшоном. Вы не рыжая, поспешил успокоить девушку Кудияров. Вы стопроцентная блондинка, точнее, девяносто девятой пробы. Когда в золото добавляют лигатуру, скажем, серебро, блондинку называют платиновой, хотя там платины не одного процента. А если там больше пятидесяти процентов меди, то тогда действительно цвет волос кажется рыжим, но только не у вас. Спасибо, утешили, — сказала Нина. Вам, наверное, нужно будет составить фоторобот? А если хотите, если сойдет, так я могу нарисовать, это будет точнее. Отлично, но это чуть позже. А сейчас мы подумаем, как вас охранять. Я думала остаться здесь, запереться хорошенько, тем более, что внизу находится охрана. Это не охрана, а одно название. Я, конечно, могу посадить здесь вооруженного сотрудника, но это тоже не вариант. Здесь нет условий, вам даже спать негде. Я не буду спать, я буду работать. Мне надо просмотреть все сценарии массовых мероприятий. Они устарели и требуется правка. — Замечательно, — произнес Павел. — А завтра днем что, опять за работу? — Нет, вам надо домой. Охранник посидит у вас дома, а вы выспитесь. У меня однокомнатная квартира, то есть я снимаю однокомнатную. Она маленькая, квадратных метров всего ничего. Там не то что прилечь, присесть негде. Кудияров задумался, а потом спросил. — Вы же знакомы с Иваном Андреевичем Корсавиным? — Да, но это трудно назвать знакомством. Мне дали его телефон, я позвонила и попросила о встрече. — Он приехал, — подхватил Павел. — Вы предложили ему провести творческий вечер в Доме культуры, небольшого городка с телевидением и прочим антуражем. А он отказался. — Вы все знаете? — Работа такая. Но, если честно, дело не в работе. Просто мы с ним старинные приятели, хотя видимся не так часто. Давайте отправимся сейчас к нему, поговорим и подумаем о ночлеге. Конечно, Иван Андреевич предложит вам одну из комнат своего прекрасного дома. — Нет-нет! — вскричала Нина. — Это будет верх наглости и бесстыдства. Остаться у незнакомого, в сущности, мужчины. Какая вы все-таки ханжа, Нина Лосева. Вы можете, конечно, остаться здесь или в съемной квартирке, и никто про вас ничего такого не подумает и не скажет, но жизнь, как говорится, дороже. Я хотел вам предложить убежище, где вас точно не достанет никакой злодей. А я бы сам стоял у дверей вашей спальни на страже с мечом в руках. — С каким мечом? — не поняла девушка. — С мечом правосудия. Нина задумалась, но покачала головой. Заманчивое предложение, конечно. Но я все же отвечу отказом. Но Кудеяров продолжал настаивать. — Не хотите остаться в доме старого писателя? Я попрошу пристроить вас на ночлег одну пару. У них, правда, овчарка в доме, но думаю, что собака вас не тронет. Не пойду к незнакомым людям. Как-то это выше моего понимания о приличиях. Тогда я предложу вам пустой особняк. Только его надо прогреть. В нем нет никого уже давно. Хозяйка постоянно проживает в Германии. Если согласны, то я пойду и включу газовый котел. Через пару часов дом будет настолько теплым, насколько вы пожелаете. А можно и камин растопить. Будет еще и романтично. Я подумаю. Думайте быстрее. Потому что сразу поедем растапливать дом. Пока он будет согреваться, зайдем к Арсавину. Он живет по соседству. И вы обо всем договоритесь с ним. И про творческий вечер, и про телевидение. Но если откажетесь, то представьте, как вы будете сидеть здесь одна, в огромном кабинете на сквозняках. Как станете вздрагивать от каждого шороха и скрипа, зная, что старик-охранник где-то далеко на первом этаже беспрободно дрыхнет на диване. А если даже не спит, то помочь вам он ничем не сможет. Потому что у него артрит. А из спецсредств он имеет только газовый баллончик, к тому же пустой, потому что он еще в июне разгонял им комаров. «Вы умеете уговаривать», — улыбнулась Нина. «Работа такая», — с самым серьезным выражением лица ответил подполковник юстиции Кудеяров. Они спустились на первый этаж, где старичок, задрав голову, уткнулся в экран, на котором шел повтор программы «Давай поженимся». Их слов комментировал непонятно для кого все происходящее. Но когда увидел спускающихся по широкой лестнице Павла с директором Дома культуры, распалился еще больше и громче. «Вы только посмотрите на него. Выдает себя за олигарха. А у самого ботинки нечищенные, галстук непоглаженный, на бок смотрит. Эти дуры молодые так и вьются вокруг него. Невесты еще называются. Тьфу! Смотреть противно. «Хотя одна ничего такая. Я бы не отказался немного пожениться с такой, если моя собственная жинка не узнает. У нее и тут, и тут...» «У вас тревожная кнопка работает?» — поинтересовался проходящий мимо Кудеяров. «Да какая еще кнопка, я вас умоляю!» — возмутился распалившийся мужичок. «Нет у нас никакой кнопки. И охраны настоящей тоже». Вот когда-то в Ветрогорске и фирма охранная действовала, и машины с группами реагирования туда-сюда мотались. Но потом директор фирмы куда-то пропал, и все развалилось вместе с тревожными кнопками. Екатерина Островская. «Демоны прошлой жизни». «Вот видите, как я вас вовремя вывез», — сказал Павел, директрисе Дома культуры. «Что бы я без вас сделала?» — радостно вздохнула Нина Лосева. Директор Дома культуры села в машину, а Павел отошел в сторону, решив предупредить Корсавина, что вернется не один. «А с кем?» — поинтересовался писатель. «С Ниной, которая вас творческим вечером соблазняла». «Господи, услышал ты всемогущие мои молитвы», — обрадовался Иван Андреевич. «Внял, наконец, Павлуша моим советом, и не будет больше гоняться за призраками. Но ведь скажи, какая красавица!» «Не ты ли вчера говорил, что она рыжая?» «Кто я?» — не поверил писатель. «Быть такого не может. Ниночка златовласка, как из детской сказки. Так что немедленно тащи ее ко мне. То есть, пока не торопись, я должен подготовиться, побриться и в доме прибрать. А еще надо в магазин смотаться. Оливки, твердые сыры, вяленые оленины и фуагра в моем доме закончились. Надо восполнить запасы. А для сказочной принцессы я возьму крымский брюц. Шампанское надо добавить мартини и бросить зеленую оливку. И это будет как раз то, что любят принцессы златовласки в детских сказках. Прости, друг, за наглость. Короче говоря, не спеши пока». Павел и не стал спешить. Он завернул в опорный пункт. Францев при виде директора Дома культуры сделал круглые глаза. А Нина удивилась обстановке кабинета участкового. «Всем такое дают?» — удивилась она. «Просто я как-то была в кабинете заместителя министра МВД. Там попроще было. И в генеральной прокуратуре тоже. Хотя и там, и там тоже ничего. А что же вы там делали?» — в этих уважаемых организациях. В свою очередь удивился участковый. «Сначала меня обвинили в распространении ложной информации, порочащей честь работников Минкульта. А потом интересовались, откуда я заранее знала, что государственные деньги, выделенные на постановку одного спектакля, будут украдены». «Какого спектакля?» — уточнил Францев. «Просто я как старый театрал хочу знать». Один известный в узких кругах режиссер получил от Министерства культуры 200 миллионов рублей на постановку спектакля по собственной пьесе «Сотворение мира». Вся сумма была истрачена на костюмы и декорации. В благодарность режиссер пригласил некоторых сотрудников на премьеру во второй ряд. Мне тоже выпала высокая честь там оказаться. А в первом ряду сидели звезды эстрады, в основном мужчины. Когда подняли занавес, я увидела, что декораций нет. Вместо них на сцене стояли в катках пальмы, фикусы, туи и даже одна елка. А потом вышли сразу все актеры, исполнители главных и неглавных ролей. На них не было сценических костюмов и вообще никакой одежды. «Это понятно», — согласился участковый. «Ведь дело в раю происходит, там трусов не носят». «Все были без одежды», — продолжила Нина. «Адам, Ева, Бог, ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, власти, престолы» и все остальные чины ангельские. Только «змеискуситель», как мне показалось сначала, был в чём-то. Роль «змеискусителя» исполняла спортсменка. На ней нарисовали какие-то пятнышки, чтобы она походила на змею. Но она всё равно больше походила на пьяную баскетболистку, которая постоянно забывала свой текст, и ей подсказывали все чины ангельские и даже сам Бог. И эти подсказки давали понять, что вся история с изгнанием из ада — это провокация Бога. Итак, все исполнители вышли на сцену, подошли к рампе, выстроились в линию, как делают девушки перед началом конкурса о названии «Мисс», и начали по очереди читать каждый свой текст. На протяжении всего действия каждый из них оставался на своём месте. Интересная режиссёрская задумка, не правда ли? Когда в конце первого акта исполнитель главной роли занялся самоудовлетворением, я не выдержала, поднялась и стала пробираться к выходу. Весь первый ряд обернулся и начал оскорблять меня. «Ты зачем сюда припёрлась, торговка дешёвая? Тебе не понять красоты чувств. Куда прёшь? Буфет всё равно без нас не откроется». И это только самые пристойные слова. Кто-то из звёзд эстрады даже плюнул мне вслед, правда, попал не в меня, а в начальника департамента поддержки кинопроизводства. На следующий день, когда я пришла на работу, со мной никто не здоровался и боялся заговорить. Начальник вызвал и сказал, что мне было оказано высокое доверие увидеть не только работу, но и душу гениального режиссёра. Я в ответ задала вопрос, а где декорации костюма, на которые выделено 200 миллионов государственных средств? «Я помню этот случай», — сказал Павел. За растрату режиссёр получил два года условно, но попал под амнистию, как награждённый государственными наградами. За свои новаторские постановки он был удостоен ордена за заслуги перед Отечеством. Да и потом он почти всё украденное вернул, помогли звёзды эстрады, но в основном ценящие высокое искусство олигархи, а постановку потом запретили как оскорбляющую чувство верующих. «На самом деле она осталась», — просветила Павла, директор Дома культуры. Только заменили тексты на звание. Теперь спектакль стал называться «Алые паруса». Баскетболистку покрасили в красный цвет, и она, размахивая руками с привязанными к ней красными газовыми шарфиками, обдуваемая ветром, исполняет роль алых парусов. Теперь этот спектакль показывают на детских утренниках. «А в нашем народном театре ставят чайку, утиную охоту и гнездо глухаря», — объявил Францев. Тут же понял, что произнёс это не кстати, но всё равно закончил. «А сейчас они готовят премьеру по западной классике, пролетая над гнездом кукушки». «А за распространение порочащих слухов против меня возбудили уголовные дела и взяли подписку о невыезде», — продолжила Нина. «Мне потом извинились, сидел и закрыли. Но с работы меня всё равно попёрли». «А здесь-то вы как оказались?» — поинтересовался участковый. «Я же питерская». Возвращалась домой к маме и в поезде познакомилась с Суманским. Рассказала ему всё. И он пригласил меня сюда, сказал, что место вакантно. Вошёл Пономарёв. Судя по его взгляду, хотел выругаться, но, увидев девушку, удержался. «Что-то случилось?» — обратился к нему Кудеяров. Народ отказывается содействовать следствию. Вообще! Заговор молчания какой-то. Кто-то в местном чате пустил слух, что убирают свидетелей, а менты бездействуют или просто бессильны. А каждому, кто видел что-то или знает, грозит неминуемая смерть. Первый источник установили? Естественно, источник призрак опера. А на аватарке — фотография местного участкового. «И всё?» — удивился Павел. «Откуда выходил в сеть пользователь? Кто скрывается под этим ником?» «Наши спецы сказали, что не всё так просто. Они пообещали узнать всё это, только я думаю, что это ничего не даст. Вывем какого-то шутника, тот скажет, что он не подумал и больше не повторится. Но народ-то уже закрылся». «Это не шутник», — твёрдо произнёс Кудеяров. «Это убийца. Преступник, который понял, что мы уже рядом. Он посмотрел на Нину. «Вы сказали, что можете нарисовать женщину, которую видели тогда из окна». Францев достал из принтера лист, дал Нине карандаш. Девушка опустилась в его кресло, и очень скоро рисунок был готов. «У вас действительно талант», — признал Кудеяров. «Но как вам самой кажется, похоже изобразили?» Нина пожала плечами и также, не говоря ни слова, кивнула. Пономарёв и Францев внимательно рассматривали рисунок. «Тут только часть лица», — заметил Пономарёв. «А по нему ничего сказать нельзя». «Я могу сказать, что она похожа на мою первую жену», — с удивлением произнёс Францев. «У меня с языка снял», — удивился совпадению мыслей Пономарёв. «Как твою звали?» «Хотя у моей я был первым мужем и не последним, как теперь выяснилось». «Картинка, согласен, хорошая, но её к делу не пришьёшь». И только Павел ничего не сказал. Он долго и внимательно рассматривал рисунок. «Отпиш��는 вон» «Ага» «Рэппорта вон» «Ага» «Отпишись, хранится» «Отпишись». «Ага» «Э refugee. Как твою следу?» «Отпишись, о чём, mathematical,